Ладно, вот прошлый раз мы поговорили о структуре психики, выявили четыре базовых типа строя психики и один дополнительный, который люди породили сами. Когда в организм вводятся разного рода психотропы, под их воздействием изменяется восприятие мира, физиология высшей нервной деятельности и, соответственно, вся работа психики тоже меняется. Ну и этот тип струя психики, в общем-то, в подавляющем большинстве случаев ни к чему хорошему не ведет. В силу того, что настройка биополей организма в этом варианте отличается от генетически заданной, то его можно характеризовать как опущенный в противоестественность. Ну и, с сожалению, констатировать, что люди настаивают на том, что это, в общем-то, нормально. Ну, нормально в смысле том, что статистическая норма такова, что считают, что это нормально. Ну и интересно другое. Как-то раз проходило ток-шоу на тему культурного питья. И там был несколько раз поставлен вопрос. Но нарезаться до потери сознания – это понятно. Получить кайф, уйти куда-то от объективной реальности как таковой. А вот культурно зачем пить? И этот ответ, ответ на этот вопрос так и не был получен. Хотя в этом ток-шоу он вставал несколько раз. Ну, это вот вкратце о прошлом. Ну, а теперь продолжим дальше. Если рассматривать психику как информационно-алгоритмическую систему, то психика решает некие управленческие задачи. И, соответственно, мы должны иметь внятное представление о том, что такое управление вообще, и как оно выглядит в конкретике тех или иных технических, социальных, природных процессов. Ну, и как организовать процессы управления, как войти в существующие процессы управления. Ну, а в процессах управления далеко не последнюю роль играет предвидение того, чего будет с объектом управления под воздействием внешней среды, внутренних изменений в объекте и самого процесса управления. И даже если мы не осознаем того, что психика решает некоторым образом задачу предвидения, тем не менее она все-таки ее решает. И важно понять то, что главная задача мировоззрения и миропонимания – это осуществлять многовариантное моделирование течения событий в темпе, упреждающем это течение для того, чтобы из множества вариантов выбрать один единственный, тот, который будет реализовываться. Либо выбрать какую-то совокупность взаимовложенных вариантов, которая будет допускать переход от одного к другому, если какой-то из выбранных вариантов в силу разных причин окажется невозможным к осуществлению. Поэтому возникает вопрос о том, что такое мировоззрение, что такое миропонимание, и какие возможны варианты, и какой из вариантов наиболее предпочтителен для нас именно с точки зрения эффективности его как инструмента решения задачи предвидеть. В общем, психология и философия в их исторически сложившемся виде складывались ранее того времени, когда прикладные дисциплины научные поняли, что информация – это объективная категория бытия, мироздание, такая же объективная, как и материя, из которой это мироздание некоторым образом сформирована. Поэтому язык, философия и психология в тех случаях, когда речь заходит о мировоззрении и миропонимании, он не строго понятийно определен, и то, о чем говорится, не всегда возможно однозначным образом связать с тем, что происходит в психике каждого из нас. Но, тем не менее, все-таки есть в психике каждого из нас миропонимания, есть мировоззрение, и они некоторым образом связаны. Связаны таким образом, что миропонимание невозможно без какого-либо языка. языка членораздельной речи, на котором мы говорим, или какого-то символьного языка. А мировоззрение, оно возможно без такого рода языков, потому что представляет, в общем-то, информационный дубликат мира, который некоторым образом формируется в психике человека, и который несет материальный носитель наш организм. Есть такая фраза «Глокая куздра, штека бодланула бокра, и курдячит бакренка». Фразу эту приписывают академику Щербе, это советский лингвист, эту фразу он предлагал студентам на первой лекции, она приводила их в шок, но он все-таки настойчиво домогался от них, про что это. И вот они занимались разбором этого предложения почленно, высказывали предположения о том, что из этого как обозначает. В общем, это описано у Успенского в книге «Слово о словах». Это интересное повествование, поэтому будет время, когда найдите, почитайте. В чем возникают проблемы с пониманием этой фразы? Вот слово есть, а с ним никакой образ связать невозможно. И все проблемы понимания, они связаны с тем, что либо возможно, либо невозможно сопоставить словам какие-то образы. Поэтому Поэтому можно определить, что понятие – это взаимно однозначное соответствие в психике человека, слов того или иного языка и образов, которые сформировались в его внутреннем мире. Если убрать язык, что останется? Ну, достанется только образы. Вот всю совокупность понятий и взаимосвязей между ними, которые есть в психике человека, можно назвать миропониманием. А всю совокупность образов, с которыми связаны понятия, образующие миропонимание, можно назвать мировоззрением. Ну, так вот мы приняли в концепции общественной безопасности. Ну, а дальше возникают вопросы. Каким может быть мировоззрение, с которым через лексику связано миропонимание? И для чего, в общем-то, необходим язык, если есть мировоззрение, и некоторым путем его можно донести? Вот реальность, она такова, что мировоззрение и язык, они связаны друг другом с чрезнравственностью. Один из ярких примеров на эту тему – фильм «Лени Рифеншталь» о съезде нацистской партии, который проходил в 1934 году. «Лени Рифеншталь» считается гением кинематографии XX века, снятый ею фильм «Олимпия», «Берлинская Олимпиада», считается многими одним из лучших фильмов всех времен и народов о спорте. Когда она его снимала, были отсняты километры пленки, все это было просмотрено, она смонтировала. Были впервые применены новые приемы съемки и монтажа, которые потом стали классикой для спортивной кинодокументалистики. Ну, так получилось, что Лени Рифеншталь жила в Третьем Рейхе и работала в нем, и сняла фильм, который получил название «Триумф в воле». Этот фильм во многих странах запрещен к показу, поскольку считается пропагандой нацизма, и многие деятели нацистской Германии в 30-е годы были убеждены, что своим фильмом Лени Рифеншталь сделала для распространения нацизма гораздо больше, чем любой из пропагандистов гитлеровской партии. Ну, а теперь давайте посмотрим на тот же самый фильм, тот же самый видеоряд с других нравственно-этических позиций. И если он получит название не «Триумф в воле», а «Апофеоз без воле», то все станет на свои места, и это при том же видеоряде будет одним из наиболее ярких антифашистских фильмов. А, казалось бы, ничего не менялось. Видеоряд один и тот же. А какие типы могут быть у мировоззрения и миропонимания? Ну, вот есть такая детская игрушка – калейдоскоп. Калейдоскоп представляет из себя призму, внутренняя поверхность которой зеркальная, образована обычно тремя гранями. Призма одним концом упирается в емкость, в которой находятся стекляшки разноцветные. Одна сторона этой емкости примыкает к торцу призмы, другая сторона закрыта матовым стеклом. Ну, а второй конец призмы – это глазок, в который смотрят. Если калейдоскоп крутить, стекляшки образуют узоры, а внутреннее зеркало призмы их многократно дублирует, и получается, в общем-то, весьма занятная картинка. Калейдоскоп характеризуется тем, что все его элементы не связаны друг с другом. Ну, а с другой стороны, есть жанр изобразительного искусства, который называется мозаика или витражи. Там ведь тоже элементы сами по себе, казалось бы, разрозненные. Тем не менее, связаны и образуют единую картину. И эта картина, если это жанр изобразительного искусства, так или иначе связана с тематикой художественного творчества и объективной реальностью. Все элементы мозаики характеризуются тем, что каждый из них оказывается на своем месте, и это его местоположение обусловлено и другими элементами мозаики, и общей картиной, в которой он участвует, и его собственной ролью в этой вот самой картине. Если из мозаики изъять какой-то один элемент, то она предстает ущербной. Ну, а если нам не хватает разрешающей способности мозаики, то есть детальности, мы можем изъять ее фрагмент и заменить каким-то более детальным фрагментом. Ну, вот эти вот образы, калейдоскопы и мозаики, они дают представление о том, каких двух предельных типов может быть мировоззрение и миропонимание человека. Либо все взаимосвязано, тогда это мозаичное мировоззрение и миропонимание, либо это калейдоскоп, где может быть много интересных фактов и фактиков. Они представляются разрозненными, или связи между ними устанавливаются некоторым образом, и установка связей, в общем-то, носит случайный характер, в том смысле, что в этом реализуются какие-то статистические закономерности, но не те объективные взаимосвязи, которые есть в реальном мире. И статистические закономерности не объективного мира, а статистические закономерности реакции психики, которая несет это калейдоскопическое мировоззрение на объективный мир. То есть связи диктуются через случайности психики объективным миром, и потому они, в общем-то, не предсказуем. Ну а если мир меняется, связи меняются, то меняется мировоззрение и миропонимание непрерывно, и калейдоскопическое мировоззрение, в котором все разрознено, является очень плохой моделью для того, чтобы моделировать течение событий в мире в темпе, опережающем их реальное течение. И, соответственно, выбор вариантов поведения оказывается невозможным. Ну а второй вариант мировоззрения и миропонимания – это мозаичное мировоззрение и миропонимание. В нем все взаимно связано. Если что-то недостаточно детально, то появляется совокупность каких-то новых понятий, новых элементов мировоззрения, и между ними и ранее существовавшей системой устанавливаются какие-то взаимосвязи. Однако и мозаичное мировоззрение, в свою очередь, может быть представлено в двух вариантах. Вариант первый. Формирование мозаики ведется в направлении от частности к общему. Вариант второй. Формирование мозаики, ее развитие и детализация ведется в направлении от общего к частному. Казалось бы, и то, и другое мозаика. А в чем разница? Ну а разница примерно такая, что если вы заказываете некий конструктор, он приходит, там полно и полно всяких деталей, а инструкции по сборке нету, представления об общем виде изделия нету, деталей много, то в подавляющем большинстве случаев вы не сможете собрать то, что представляет этот конструктор с первой попытки безошибочно, потому что где-то как-то вы нарушите порядок. А вот если у вас есть общее представление о том, что должно быть на выходе, то технологический процесс сборки этого чего-то целого из множества деталей скорее всего вы сможете осуществить. И в общем получается так, что процесс формирования мозаики, ее развития, детализации, если он протекает в направлении от общего к частностям, он обладает более высокой устойчивостью и более высокой помехозащищенностью, нежели процесс сборки мозаики в направлении от частности и к общему. Ну а давайте посмотрим на нашу жизнь, как формируется картина мира каждого из нас. В общем-то мы приходим в мир, когда картина мира в нашей психике в некотором зачаточном состоянии. Если кто-то родился с поврежденной системой органов чувств, слеп, глух от рождения, то личность не формируется, потому что информация в психику не поступает, мировоззрения, миропонимания отсутствует, и в общем-то получается человеческий организм с информационно-алгоритмическим обеспечением на уровне где-то между растениями и животным миром. Так было на протяжении веков, пока в 20 веке не были разработаны методики педагогические социализации таких детишек. Когда в обход отсутствующих каналов мировосприятия через осязание все-таки удавалось достучаться до души человека и некоторым образом формировалось мировоззрение, миропонимание. Ну а если ребенок родился с нормальным, стандартным набором чувств, то давайте вспоминать, как мы сами росли. Осознание своего «я» – это осознание чего? Это осознание прежде всего своего вещественного тела. Картина миропонимания, картина мировосприятия, она формируется через наше «я». Но по отношению к мирозданию наше «я» это какая-то очень-очень мелкая частность. Она взаимодействует с другими такими же частностями в мироздании, которые оказываются в кругу восприятия наших органов чувств. И таким образом получается, что мы все на протяжении длительного времени живем так, что формируется либо калейдоскопическое мировосприятие, либо формируется мозаичное мировосприятие, но оно всегда я-центрично, потому что «я» в сознании большинства людей это тело прежде всего. Дальше на теле появляется одежда, у женщин косметика, автомобиль, машина, квартира, дом и в общем-то все идет по расширению от себя любимого до пределов Вселенной. Если игра ума доходит до границ мировосприятия, то мир-то с границами мировосприятия тоже существует, и дальше начинается пополнение того, что в пределах мировосприятия собственными и чужими вымыслами о том, что находится за пределами мировосприятия. Ну, отсюда проистекают такие вещи, как здоровенный земной диск, который лежит там на спинах слонов, слоны в свою очередь стоят на панцире черепахи и так далее и тому подобное. И в общем-то на основе этого мировосприятия в преемственности поколений развивалась вся наука, потому что Ньютон как-то сказал, что если я видел дальше, чем другие, то это потому, что я стоял на плечах гигантов. Но даже если говорить о том, что все мы стоим на плечах прошлых поколений, поэтому видим несколько дальше, чем они, то все равно мы видим вот из той точки, где оказывается человечество во Вселенной. И вопрос в том, адекватна ли та картина мира, которую рисует яцентричное мировосприятие и которое порождается как яцентричное миропонимание, мировоззрение. эпоха до XIX века и XIX век отчасти, они в общем-то характеризовались тем, что в науке мнения были вольны и того, что принято называть мейнстримом, не было, поэтому было несколько больше свободы в высказывании взглядов на мир, нежели сейчас. Системы образования были тоже не столь всеобъемлющими, поэтому некоторое количество людей все-таки занималось самообразованием более интенсивно, чем сейчас, и под их интересы в общем-то публиковались книги. Вот одна из таких книг, книга для начального чтения Водовозова повествует о мировоззрении и миропонимании древних египтян. Согласно их воззрениям, как пишет Водовозов, бог Ра представлял собой четырех ипостасное существо. Его ипостаси можно современным русским языком назвать вещество то, что существует, дух то, что пронизывает вещество и приводит в его движение, придают вещество осмысленность, пространство, которое наполняет вещество и дух и время, в котором вещество и дух некоторым образом изменяются. обратимся к современной физике. Пространственно-временной континуум наполнен материей в различных агрегатных состояниях. Если заниматься анализом этих агрегатных состояний, то материя разделяется на две категории. физические поля и разного рода элементарные частицы, которые в зависимости от характера взаимосвязи между ними представляют собой либо одиночные частицы, либо плазму, либо вещество в твердом, жидком или газообразном состоянии. Саентологи. Якобы Хаббард совершил величайшее научное открытие. Создал систему миропонимания на основе категорий мэст материя энергия пространства время, в котором пребывает человек, обозначаемый буковкой тета. Система в целом называется тета мэст. Ну, все, что касается мэст, по первым буквам английских слов матери, энерги, спейс, тайм, материя, энергия, пространство, время, то это опять узнаваемый древний египетский ра. А тета? А тета издревле в разных эзотерических традициях была символом души человека, а поскольку эта буковка вот такой овальчик, перечеркнутый волной, то во многих эзотерических традициях тета была символом души, и верхняя ее половинка обозначала невоплощенную фазу бытия, то есть, когда душа живет, но тела нету организма, а нижняя ее половинка обозначала воплощенную фазу бытия души, и таким образом тета была символом циклики перевоплощений души. Это вроде как иньянь? Да, вроде как иньянь похожая, только иньянь она круглая, а тета это иньянь, да, а тета она поставлена вертикально и сжата, и получается тоже волна. Но в русской азбуке она фито называлась? Да, в русской азбуке она называлась фито, а потом она исчезла. была устранена за ненадобностью. После революции еще до революции? Ну, разговоры об этом шли до революции, но после революции она была устранена вместе с ятьем и твердыми знаками. в революции. Вот. Ну, дело не в том временном, не временном, а дело в том, почему, чтобы служило основанием. если все-таки исходить из того, что русский язык письмо фонетическое, прежде всего, то если были буковки, то, по всей видимости, они обозначали разные звуки. Вот как в арабском языке существует несколько звуков, которые на наш грубый слух это в разновидности либо Г, либо Х. А у них это различия определенные, мы не различаем. Если наша речь с течением времени стала фонетически беднее, то более-менее близкие по звучанию звуки объединились и буквы, которые их обозначали, они стали ненужными в современном языке. Соответственно, возможно, и утратились образы, которые... Ну, соответственно, утратились образы, а кроме того, есть и другая сторона вопроса. Язык как средство передачи информации у членораздельной речи, если смотреть на него именно как на инструмент передачи информации. Он предельно неэффективен. Потому что мы сидим, обсуждаем разные вещи. Уже четвертый день, каждый день по два часа. А то, что мы обсуждаем перед перед моим внутренним взором, то, что уже рассказано и то, что не рассказано, может проскользнуть все в целое в какие-то мгновения. Функция языка главной, она вовсе не передача тех или иных смыслов от одного человека к другому. Функция языка главной, это непосредственное управление течением процессов во Вселенной, в обществе. потому, что когда мы чего-то говорим, то это колебания, которые мы излучаем в окружающий мир. Окружающий мир – это тоже колебательная система. Что-то может попадать в резонанс. Если попадает в резонанс, происходит изменение состояния, в том числе и необратимое. Если есть каскад переизлучателей, то посылка какой-то последовательности гармоника может привести каскад переизлучателей в работу и там где-то как-то чего-то произойдет. Если мы предвидим чего и как произойдет, то мы выходим за пределы ограничений тючего. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Разница между изустной речью и внутренним монологом только в том, что изустная речь затрагивает непосредственно механически виброакустически вещественный мир, а внутренний монолог протекает на иных физических носителях, на полях свойственных биополе человека, в другом частотном диапазоне и затрагивает все через более тонкие уровни организации материи и какие-то каскады переизлучателей. И кроме того, организм человека, его полевая система, как я в прошлый раз говорил, она может пребывать в двух состояниях. Какие-то поля могут быть замкнуты сами на себя, а могут быть состояние, когда поля замкнуты на аналогичные поля на других объектах. Ну и тогда, если поля замкнуты на другие объекты, то мы, посылая какую-то последовательность гармоник по этим полям, оказываем непосредственно полевое воздействие на те объекты, чего там происходит и как, это вопрос открытый. Но, тем не менее, физика такова, что человека тут иначе жить не может. Ежели поля замкнуты сами на себя, а мы гоняем какие-то мысли и энергии, с которыми мы гоняем избыточно по отношению к пропускной способности нашего организма, то мы можем спровоцировать в себе инсульт, инфаркт, скоротечные развития онкологии и много каких других неприятностей. Но это все другие темы. Получается так, что издревле система предельных обобщений, равнопервичных различий, которыми описывается мироздание, она неизменна. Она представлена вот этим набором из четырех компонент пространства и время, которые являются вместилищами для мироздания, которое представляет собой вещество и дух. Дух пронизывает вещество, приводит его в движение и придает осмысленность бытию. то есть мировоззренческого прогресса со времен древнего Египта тоже нет. Почему эта система не может быть признанной удовлетворительной? А потому что реальность такова, что в духе скрыты две такие категории, как информация, то есть смыслы, и алгоритмика и коды, система кодирования информации, потому что информация, смыслы не существуют без системы кодирования в реальном мире. Ну, техносфера дает этому множество примеров, но техносфера это тоже часть объективной реальности, и в ней реализуются те же самые объективные закономерности, которые реализуются в жизни любого элемента в мироздании. Ну, вот изображение, пейзаж за окном. Приглашаем художника Смальбертом красками, он рисует. На холсте появляется пейзаж. Берем пленочную камеру. Ставим на штатив, нажимаем кнопочку, проводим весь цикл обработки пленки и печати, получаем тот же самый пейзаж. Берем цифровую камеру, пропустив последовательность электрических импульсов через технику, получаем вид того же самого пейзажа. Образ один и тот же, что в природе, что на холсте живописца, что на пленке, что на каком-то устройстве отображения, с которыми работает цифровая камера. А что разное? А разные материальные носители. И, кроме того, на разных материальных носителях могут быть разные системы кодирования информации, потому что тот же самый пейзаж, как компьютерный файл, может быть представлен во множестве форматов, которые используются в настоящее время и которые могут быть придуманы и использованы в будущем. то есть сам по себе образ этого пейзажа, он остается неизменным вне зависимости от того, на каких материальных носителях и в каких системах кодирования он представлен. С другой стороны, одни и те же системы кодирования, например, формат JPG, может быть вместилищем для разных образов. В компьютере каждого из нас есть фототека, где есть пейзажи, портреты для себя, друзей, близких, еще какие-то фотографии и все представлено в одном и том же формате. И это наводит на мысли о том, что возможно иная система предельных обобщений или первичных различий, которыми мы можем описывать мироздание. И эта система в терминологии современной науки может быть названа как триединство материи, информации и мира. Ну, материя – это то, из чего состоит мироздание, то, что в нем преобразуется. Информация – это образы, смыслы, которые неизменны сами по себе вне зависимости от материальных носителей. А мера – это предельное обобщение, которое по отношению к материи представляет матрицу ее возможных состояний и возможных переходов из одного устойчивого состояния в другие. По отношению к информации мера – это система кодирования информации и всевозможные алгоритмы преобразования информации. Ну, и, в общем, эта система предельных обобщений или первичных различий, она позволяет описать то же самое мироздание, которое описывается и в я-центричной системе четырех единства пространства, времени, вещества и духа, только при этом откроются новые грани реальности и некоторые пороки прежней системы. Ну, вот есть фраза блаженного Августина, смысл которой в том, что, когда его спрашивают, пока его не спрашивают, что такое время, ему все ясно, а как только спрашивают, то сразу куда-то понимание и улетучивается ясность восприятия. Примерно так же обстоит дело с пространством. Причем, понимаете, модели современной физики, они такие, что в некоторых из них размерность пространства на уровне макро и на уровне микро разная. То есть, на уровне макро это трехмерный мир, а на уровне микро в одной из моделей это одиннадцатимерный мир. Но если это одно и то же пространство, то почему на уровне макро оно трехмерное, а другое на уровне микро оно же одиннадцатимерное? Если посмотреть дело, как обстоят ситуации измерения, то с материей все ясно. Килограммы, моли, электрон вольты, поскольку физика признает эквивалентность массы энергии. А как обстоит дело с пространством, и как обстоит дело со временем? Вот в институте в палате меры весов есть два эталона. Один светильник – эталон времени, другой светильник – эталон пространства, эталон длины. Каждый светильник излучает монохромный свет определенной частоты. по отношению к метру некоторое количество длин волн этого светильника – это метр. По отношению к секунде некоторое количество полных периодов колебаний излучения другого светильника – это секунда. Спрашивается, а почему, зачем держать в хозяйстве два светильника? эталонных. Ведь, в принципе, ничто не мешает один светильник выключить, экономить энергию, не заморачиваться с его конструкцией и воспроизводством, а на основе длины излучения, которую генерирует другой светильник, определять длину метра и продолжительность секунды. А по всей видимости, работает психологическая инерция. Мера пространства метр, мера времени секунда, они должны быть разделены. Но давайте смотреть дальше. Мера количества материи килограмм. Есть эталонный килограмм. метр. А почему у вас эталонный метр? Сначала это брусок из платины иридиевого сплава, потом что-то еще. Теперь количество длин волн. Явите нам метр, как эталон измерения пространства, выполненный из пространства. Явите нам секунду, как эталон измерения времени, выполненную из времени. Ну, в общем, если с этими предложениями обратиться к физикам, физики воспримут их как шутку, а если на этом настаивать, то будет либо истерика на тему о том, что вы физики не знаете и живете в крайнем невежестве, либо если уж совсем, то позовут психиатров. Но, тем не менее, такие вопросы, они закономерны, но на них нет ответа при системе предельных обобщений вещество, дух, пространство, время. А в системе триединства материи информации и мира есть ответы на эти вопросы, потому что и пространство, и время в этом случае порождение материи в соответствии с матрицей ее бытия. И тут ничто не мешает пространству на уровне макро быть трехмерным, а на уровне микро быть одиннадцатимерным или еще скольки-то мер. но если пространство и время порождение материи, то понятно, что никаких эталонов пространства, выполненных из пространства, и никаких эталонов времени, выполненных из времени, быть не может. соизмеримость различных фрагментов мироздания материального, она требует введения эталона соизмеримости пространственного, им действительно может быть метр или что-то еще, но поскольку речь идет о соизмеримости материальных объектов, то и эталон также понятно должен быть материальным. Но поскольку речь идет о соизмеримости, то то, что мы избираем в качестве эталона, это субъективно, и вопрос только в том, насколько субъективно удобен выбор эталона. В общем-то ситуация из мультфильма про 38 попугаев, когда Удаф обеспокоен вопросом, а какой же он длинны. Попугай измеряет его собой и заявляет, что ты длинны 38 попугаев и одно маленькое крылышко, потом тоже дело проделывает мартышка и Удаф подводит итог, а в попугаях я гораздо длиннее. Но если бы не субъективное решение попугая, так Удаф и остался бы неизмеренным в некой единичной длине самого Удафа, который бы выступал эталоном по отношению к самому себе. Примерно так же обстоит дело со временем, потому что вся история измерения времени это вопрос соотнесения течения процесса в материальном мире с каким-то эталонным процессом. Какой может быть эталонный процесс? Процесс история знает любые. Песочные часы эталонные, клепсидра, где вместо песка капают водичка, тоже может быть эталонной. Но не нравится субъективизм от таких вот часов? Пожалуйста, астрономический эталон, причем их два. Суточная ритмика вращения Земли и годовой цикл движения планеты по орбите. ряд культур эталон времени исторического это смена династий. Ну теперь техника дошла до того, что решили, что переход электрона с одной орбиты на другую сопровождается излучением света и длина волны этого светильника. Вот это эталон продолжительность периода другого светильника, излучающего другую волну света, это эталон секунд. Но тут все становится на свои места и при этом открываются те возможности, которые закрыты были в миропонимании на основе четырехкомпонентного набора. Потому что когда речь идет о том, что Дух пронизывает природу и приводит ее в движение, вещество в движение, это соответствует тому, что силовые поля взаимодействуют с материей в других формах состояния. Когда речь заходит о том, что Дух несет смыслы, то это речь идет о том, что есть некая информация и есть некие процессы ее преобразования, есть системы кодирования и в общем-то издревле существует такое направление, как нумерология, согласно которому вся жизнь подчинена числам. Ну да, действительно подчинена в периодической системе элементов Менделеева эта подчиненность выражена явно, ну а в мировоззрении триединства материи информации и меры это частный случай того, что мера действительно проявляется в жизни мироздания в целом любого его фрагмента. Ну а если мы пытаемся описывать процессы в категориях вещество пространство время дух то все, что касается информационно-алгоритмических процессов некоторым образом скрыто в духе и эту неопределенность каждый исследователь раскрывает в своих словах а другой исследователь раскрывает в своих поэтому в области гуманитарных дисциплин которые претендуют на описание человека в иных аспектах а не в платоновском что двуногое существо без перьев и с широкими ногтями то получается так что договориться невозможно поскольку субъективизм есть а если какой-то субъективизм становится более-менее широко распространенным и общепринятым то да его сторонники могут понимать друг друга пример тому все поклонники теории пассионарности гумилёва но если обратиться к самой теории пассионарности то термин пассионарность оказывается метрологически несостоятельным в теориях естествознания если соотноситься а если анализировать что гумилёв понимает под этносом то в одном случае для того чтобы сказать это этнос достаточно одного единственного утверждения мы не такие как другие а в других случаях для того чтобы охарактеризовать этнос там требуется изрядное количество признаков включая характеристики ландшафта потому что согласно его теории этногенез это процесс внесоциальный обусловленный природой где происходит этногенез то есть ландшафт и да можно сказать что гумилёв первым указал в науке на то что этногенез это процесс в котором участвуют и внесоциальные факторы но сказать что гумилёв удовлетворительно описал этногенез его динамику и причинно-следственные связи которые имеют место в этногенезе что всё это описано удовлетворительно оно такое сказать невозможно именно в силу того что теория пассионарности порождена в русле вот этой концепции четырёх компонентного набора предельных обобщений и выражает некоторую так называемую духовность с этим же связан и афоризм Ключевского закономерность исторических явлений обратно пропорционально их духовности но если используются термины математики обратно пропорционально то встаёт вопрос об измеримости а в чём измерить духовность ответов на это в яцентричном мировоззрении и миропонимании на основе четырёх компонентного набора вещества духа пространства и времени нет опять же если говорить о развитии науки то разделение материи на вещество и дух оно тоже проистекает из нашего яцентризма потому что разделение на вещество и дух произошло исходя из мировосприятия человека вот то что видимо и осязаемо это вещество а то что невидимо и неосязаемо но тем не менее существует и его существование проявляется в воздействии на то что видим и осязаемо это дух но в истории всех народов всех культур были люди у которых ну в силу разных причин мировосприятия оказывалось пошире чем у других поэтому в ряде случаев они видели поля слышали за пределами диапазона нормального для человеческого восприятия и если бы их мировосприятие было нормой то была бы иная система предельных обобщений также проистекающей из яцентризма связана вот с организмом человека и его системы органов чувств дальше выясняется такая вещь что альтернатива яцентричному набору она тоже известна издревле потому что в ряде каббалистических текстов речь прямо идет о том что мир это три единства материи информации мира которые однако названы на языке той эпохи но за теми терминами если говорить о свойствах всего о чем идет там речь то можно узнать то что в научной терминологии сейчас называется материя информация мира в коране 25 сура называется развлечение в ней есть фраза бог создал всякую вещь и придал ей образ в соответствии с мерой в других вариантах перевода речь идет о том что все существует в соответствии с предопределением божьим и образы всего вот они проистекают из предопределения если интерпретировать эти коранические сообщения в терминологии опять же современной науки то мы опять приходим к триединству материи информации мира и поэтому возникает вопрос две системы предельных обобщений существуют издревле но культовой является одна на основе ее развивается общедоступная наука строится система образования как уже было показано эта система обладает определенными дефектами которые не позволяют описывать некоторые явления в мире а другая система свободна от этих дефектов и почему тогда одна культовая другая тайная или невостребованная дефекция но ответ на этот вопрос двух аспектен потому что если вы пользуетесь более совершенной системой миропонимания то в каких-то ситуациях вы будете обладать преимуществом над теми кто пользуется более примитивной системой и в тех случаях когда их прогностика будет ошибочной вы сможете получить жизненно состоятельную прогностику в конечном итоге это порождает систему зависимости тех кто пользуется более примитивной системой от тех кто пользуется более совершенной системой это одна сторона вопроса а вторая сторона вопроса она состоит в том что система триединства материи информации и меры она в общем-то не проистекает сама собой автоматически из яцентричного восприятия жестко привязанного к организму человека то есть она может возникнуть либо как продукт интеллектуальной деятельности человека либо как предлагаемые человеку извне и с чем он должен по некоторым размышлениям либо согласиться либо отвергнуть вот еще одна из тем коронического откровения она состоит в том что создатели исторически реального иудаизма скрыли часть знаний которые были даны Моисею для просвещения всех всех людей но вопрос о скрытии он тесно связан с вопросом о том что если мы обладаем преимущества то все остальные в зависимости от нас и в этом случае мы имеем возможность ими манипулировать и заниматься тем что в марксизме получило название эксплуатация человека человеком хотя в этих словах словосочетание человека человеком надо брать в кавычки потому что для человека другой человек не может быть объектом эксплуатации а эксплуатация это подразумевает построение целенаправленной системы когда одни работают но продуктами их труда в преимущественном варианте пользуются другие а сами они получают продукты своего труда по остаточному принципу ну примерно как в турбореактивном авиационном двигателе компрессор нужен потому что он нагнетает воздух в турбину но компрессор поглощает энергию которая производит турбина здесь вот примерно то же самое что с точки зрения разработчиков авиационных двигателей желательно было бы уменьшить долю энергии поглощаем компрессором дабы отдача от турбины была побольше а с точки зрения построения толпы элитарных систем тоже в идеале такая система где эксплуатируемые потребляют минимум отдача от них максимально их минимум тоже а элита вот такая какая есть элита она живет в свое удовольствие на всем готовом либо не принимая участие в трудовой деятельности вообще либо принимая участие в каких-то престижных или иных предпочтительных для нее сферах деятельности которые обеспечивают достаточное свободное время и высокий уровень безопасности поэтому в общем-то получается так что мировоззрение четырехкомпонентное оно складывается само собой на основе естественного развития организма человека на основе информации приносимой его чувствами но оно оказывается в конечном итоге не вполне полноценным и в общем-то оно по своей структуре судя по всему характерное и для того мировоззрения которое есть в психике достаточно высокоразвитых животных и ежели соотноситься с религиозным миропониманием то в авраамических религиях в исходных их версиях миссия человека быть наместником Божьим на земле и соответственно на том этапе личностного развития когда ребенок переходит от того что во взрослом состоянии называется демонический тип строя психики к человечному типу строя психики когда он задумывается об объективности добра и зла о том чтобы его ограниченные возможности всегда были в ладу с жизнью с неограниченностью вселенной он так или иначе должен приходить к проблематике религиозной и соответственно примерно в это время на основе своих интеллектуальных усилий человек должен переходить от я центричного миропонимания к богоначальному миропониманию которое было дано человечеству в откровениях неоднократно и которое строится на основе предельных обобщений либо первичных развитий различий триединства материи информации мира и если вот посмотреть на это миропонимание то оно разворачивается в направлении от общего к частности потому что есть жизнь и жизнь представляет собой бога и сотворенные им мироздания а мироздание это триединства материи информации и мира в различных образах которые предстают перед людьми на различных уровнях организации мироздания и в общем-то система предельных различий она одна и та же для описания и макромира и микромира процессов в обществе и процессов в технике и таким образом формируется мозаичная картина и миропонимания и мозаичное мировоззрение эта мозаичная картина в своих общих чертах она едина для всех различия связанные с различием судеб людей с различием их профессиональной деятельности вследствие чего какие-то элементы этой картины у одних проработаны более детально других проработаны менее детально но взаимопонимание и взаимодействие между ними возможно поскольку в этой картине мира всегда можно проработать какие-то детали которые разделяют области компетенции каждой из них и получить взаимопонимание в русле объемлющих процессов а вот в условиях я-центризма там в силу особенностей системы предельных обобщений далеко не всегда специалисты разных областей смогут договориться друг с другом поскольку многие вопросы метрологического обеспечения деятельности в принципе не могут быть решены поскольку в понятии дух сокрыто много чего что не имеет однозначной определения в аспекте метрологической состоятельности поэтому если вот говорить о человеке состоявшемся то это предполагает кроме человечного типа строя психики устойчивого необратимо человечного типа строя психики неизменного во всех обстоятельствах жизни в бодрствовании во сне это это предполагает еще и переход от яцентричного системы миропонимания от яцентричного мировоззрения к мозаичному миропониманию на основе триединства материи информации мира в этом случае человек в общем может решать многие проблемы жизни и может осуществлять миссию наместничества Божьего на земле это открывает еще одну тему потому что прошлый раз было сказано что воспроизводство поколений людей на протяжении всей памятной истории подчинено общебиосферным закономерностям согласно которым рождаемость всегда превышает емкость экологической ниши после чего лишние погибают либо во внутривидовой конкуренции либо под воздействием природных факторов и других биологических видов потому что в биосфере все связано трофическими цепями то есть все поедают друг друга ну отсюда войны и преступность как неискоренимые факторы жизни общества в котором человечный тип строя психики не стал нормой которую все должны достигать к началу юности если юность определять по тому моменту когда формирование структуры организма и психики личности еще не завершилось но половые инстинкты пробудились а вот если есть человечный тип строя психики и мы живем в культуре в которой это норма для всех взрослых которые все достигают в своем личностном развитии к началу юности то тогда что тогда получается так что человек достигший человечного типа строя психики он оказывается эмоционально самодостаточным во всех обстоятельствах жизни и это приводит к вопросу о месте и роли эмоций в психике человека вот давайте смотреть человек решает некие управленческие задачи его сознание обладает в обыденном состоянии в неизмененном весьма ограниченным быстродействием 15 бит в секунду 7-9 объектов одновременно а мир-то описывается куда большим количеством параметров чем 7-9 и в тех процессах управления в которых участвует человек эти же параметры тоже как-то изменяются так куда и как девается вся эта информация и роль эмоций в психике человека позволяет понять такая инженерная аналогия представьте что мы конструируем некую систему оператор должен сидеть за пультом и контролировать течение неких процессов поскольку оператор один возможности его сознания ограничены то мы можем отображать на пульте на циферблатах приборов либо на дисплее ограниченное количество параметров и в этом случае мы тогда наиболее важные параметры заводим на эти приборы или на интерфейс который отображается на дисплее а остальные параметры куда деть ну куда деть если все течет нормально оператору не обязательно их и знать а вот если что-то течет ненормально то тогда мы должны отобразить их либо на дополнительных циферблатах либо подать на дисплей и привлечь внимание оператора ну и соответственно на пульте у нас появляется лампочка которая горит зеленым цветом когда все идет нормально если что-то идет ненормально лампочка начинает гореть красным светом и может быть дается звуковой сигнал чтобы привлечь внимание оператора если лампочка загорелась красным цветом то оператор обращается к системе и получает на дисплей отображение тех параметров которые вызвали красное горение лампочки и предпринимает какие-то управленческие усилия для того чтобы привести систему к такому режиму когда контрольные параметры отображаются на дисплее а лампочка горит зеленым цветом ну возможен еще один вариант сигнальная лампочка горит так ярко будто это осветительный прибор вот функционально эмоции в психике человека это аналог такой зеленой лампочки то есть если все идет хорошо то эмоции должны быть хорошими если эмоции зашкаливают это значит что какие-то сбои в энергетике и вот эта зеленая лампочка начинает работать не в режиме сигнализатора а в режиме осветительного прибора то есть все ненормально ну а если на душе кошки скребут эмоции никакие то это значит что в бессознательные уровни психики поступила какая-то информация которая говорит о том что чего-то как-то не так и вот это обстоятельство приводит к вопросу о том что такое наилучший эмоционально смысловой строй для человека который живет вне религиозности и стоит на атеистических позициях этот вопрос в общем-то беспредметен потому что есть такой анекдот сидит карабас барабас у камина в камине догорает буратино в кастрюлечке варится супчик из черепахи тортила пудель лает на цепи за дверью изнасилованная мальвина лежит в постели и карабас барабас с умилением ну это просто сказка какая-то об этом можно только мечтать у него эмоции хорошие а осмысленность на фоне которых имеют место этой эмоции в общем-то это зло ну и соответственно возникает вопрос о том как как определить взаимное соответствие осмысленности эмоций по отношению к разграниченности объективных добра и зла в религиозном миропонимании ответ на этот вопрос простой что мысли о том что всевышний не ошибается и что все что происходит происходит в жизни наилучшим образом возможным образом если говорить об обществе то с оговоркой при тех нравственности и этике которые свойственны людям она должна вызывать у человека предельно светлые эмоции без зашкаливания и главный вопрос психологической практики любой это научиться вызывать светлые эмоции на фоне мысли о том что всевышний не ошибается сделать это в общем-то не очень легко потому что когда человек пребывая при яцентричном мировосприятии и миропонимании то есть обремененные кучей проблем о вряде случаев и неприятностей эмоции могут быть черными либо депрессняк то есть полное отсутствие эмоций мысли о том что всевышний не ошибается тем не менее должна вызывать положительные эмоции можно поймать вот этот строй на какие-то доли секунды или секунды так вот произвольно даже в тяжелых ситуациях но после того как вы поймали его первый раз вы можете научиться поддерживать его все время в том числе и во взаимодействии с житейскими ситуациями и очень сложными подчас трагическими житейскими ситуациями но тем не менее это надо научиться сделать если это достигается то при этом достигается и целый букет сопутствующих явлений почему потому что когда человек пребывает при таком эмоционально смысловом строе его психика правильно обрабатывает весь поток информации с которой он имеет дело если психика правильно обрабатывает эту информацию то она совершает меньшее количество ошибок в ее обработке и в результате совершения меньшего количества ошибок устраняются последствия прошлых ошибок а новые ошибки в силу того что не совершаются не влекут за собой негативных последствий в будущем и поэтому жизнь становится с течением времени как бы сама собой лучше то есть не возникает непредвиденных неприятностей то что может стать потенциально неприятным становится уже не бедствиями а угрозами бедствий трудностями к преодолению которых человек оказывается заблаговременно готов потому что выясняется что в ряде случаев необходимая для преодоления этих трудностей информация была заложена в его психику еще в детстве с упреждением на десятки лет но только в правильном эмоционально смысловом строе человек в состоянии воспользоваться этой информацией если эмоциональный смысловой строй неправильный то тогда мужик задним умом крепок после того как наломал дров он может вспомнить что да было такое вот и оно в принципе позволяло не ломать эти дровы то есть вы считаете что если человек делает какое-то дело и у него хорошие эмоции хорошее настроение он чувствует что ему это не противно ему это интересно это показатель того что он делает правильное дело нет это еще не значит что он делает правильное дело потому что в этом анекдоте Карабас Барабас имел вот а как понять вот это вот фраза о том что Всевышний не ошибается и ей должны соответствовать проложительные эмоции это камертон настройки психики организма ведь как получается вы снимаете гитару со стенки а гитара на стене висела допустим 3-4 месяца там менялась влажность менялась еще чего-то вы начинаете играть а гитара не строит вы нажимаете на правильные лады а со струн сходит не та музыка которую вы хотели а какая-то какафония чего надо делать надо взять гитару и настроить ее как надо после этого вы можете воспроизводить ту музыку какую хотите но ведь процесс настройки гитары это не музыка это не музыка это процесс настройки гитары подготовки к музыке но он необходим и вот с психикой человека дело обстоит точно так же мы позволяем себе проснуться и в том настроении которое как-то сложилось и почему-то начать чего-то делать а реальность такова что проснувшись мы должны обеспечить правильный эмоционально смысловой строй когда мы его обеспечили только после этого мы можем чего-то начать делать если мы видим что обнаруживаем ловим себя на том что эмоционально смысловой строй сбился то его надо восстановить поэтому в мусульманской традиции мусульманам приписано пятикратное на день молитвы потому что вот сама по себе молитва это инструмент восстановления нормального смыслового строя для человека не говоря уж о том что в общем-то хотя это многие не знают и не понимают но порядок телодвижений в мусульманском молитвенном ритуале но это тоже процедуры настройки организма приведения его в правильное состояние ну кто не мусульманин должны решать те же задачи какими-то другими образами а у них это решается на основе автоматического воспроизведения ритуала при условии что человек не поклоняется молитвенному коврику а вступает в молитвенное общение с Богом да может быть изначально сам мысел такой был когда в Коране говорилось о пяти молитвах но не имелось ввиду что они вот так это все реализуют вообще реальность такова что реальный ислам он весьма далек от того что нес людям Мухаммад и это проблема их но проблема всего человечества это переход к культуре в которой человечный тип строя психики достигается к юности и все живут при нем всю дальнейшую жизнь а дальше получается так что если вы живете коммертон правильный всевышний не ошибается и этому соответствуют правильные эмоции то если что-то не так то это встает либо на уровне сознания явно либо появляются эмоции то есть на фоне того что эмоции хорошие вдруг на душе начинают скрести кошки как говорится тогда надо прервать деятельность вернуться к нормальному эмоционально смысловому устрою и выпросить глубинно собственной психики а почему кошки скребут что такое чего делать ответ обычно возникает если этот момент пропустить то потом выяснится что скребение кошек на душе это было проявлением предпосылок причем я подчеркиваю предпосылок каким-то неприятностям которые совершились потом то есть на момент когда кошки начали скрести на душе можно было неприятность предотвратить но в ряде случаев просто мыслью да не будет так либо какими-то другими действиями не только какого-то внутреннего духовного общения произнесения каких-то слов в виде информационного кода но и физических упражнений те же поклоны можно ли это сопоставить с тем что если мы говорим о начале дня о необходимости производить настройку не только ума но и тело в виде зарядки ну я не знаю в виде зарядки или незарядки вы обратите внимание вот кот он бодрствует порядка 30-37 процентов времени суток остальное время кот дрыхнет когда кот просыпается чего он делает он делает потягусеньку он протягивает все мышцы и вперед и назад и во все стороны и как только можно ни одной залежалой мышцы после того как кот проснулся и сделал постягусеньку в организме нет что это дает в общем порядка 30-40 процентов работы по перекачке крови в организме человека осуществляют скелетные мышцы ежели тонус мышц упал то даже при тренированном сердце эффект тот же что при острой сердечной недостаточности поэтому одно из таинств физической культуры реально это таинство управления собственным тонусом если просто вы просыпаетесь и делаете потягусеньку правильно то это лучше чем ходить в тренажерный зал и неведомо как заниматься там неведомо чем потому что в общем-то если человек осваивает навыки управления мышечным тонусом то это не поглощает уйму времени и энергии как тренажерный зал но дает большие результаты кроме того в большинстве случаев мы неправильно двигаемся то есть есть некая генетически запрограммированная грациозность движений вот у кошки она не нарушается посмотрите вот кошка сидит спина колесом но никто ж не назовет кошку сутулой потому что это вот фаза определенное движение а посмотрите на наших современников на молодежь в общем-то людей с правильной осанкой практически нет ну последствия этого простенькие потому что в организме все взаимосвязано и органы каждый орган излучает какие-то свои биополя в которых работают другие органы ну это один из вариантов сахарного диабета второго типа почки смещаются относительно их идеального анатомического положения вниз сантиметра на полтора два лечится в течение недели массажом и гимнастикой которые приводят почки в их анатомически идеальное состояние поэтому всякие нарушения осанки смещение органов относительно их анатомически идеального положения под воздействием распространения жировых отложений меж структурами организма это очень большой вред здоровью вред который в принципе медикаментозно не устраним он устраним только путем возвращения органов к их анатомически идеальному положению это часть только вопроса а вторая часть вопроса связана с движением широко распространены ситуации неудачно повернулся в спине хрустнуло попытался поднять тяжесть где-то чего-то растянул и так далее что-то во всех таких случаях происходит если в терминах сопромата в каких-то точках организма мышечная система в связках в суставах напряжение под воздействием усилий превысили те напряжения которые являются предельными для организма а дальше выясняется такая вещь что человек может принимать позы в которых напряжение во всех мышцах ну более-менее одинаково то есть эти позы можно назвать равнопрочными в таких позах человек может принимать на свой организм очень большую механическую нагрузку но кроме всего прочего человек способен перетекать то есть плавно переходить из одной равнопрочной позы в другие равнопрочные позы и вот пластика в которой человек перетекает из одной равнопрочной позы в другие равнопрочные позы она близка к той генетически запрограммированной грациозности движения которая подавляется нашей культурой но если человек учится двигаться целостно перетекая из одной равнопрочной позы в другую то он в общем может подойти к холодильнику сесть на корточки вытянуть руки поднять его и подняться вместе с этим холодильником и нести его ребенок в возрасте 6-7 лет владея пластикой равнопрочного движения он в состоянии 90-килограммового мордоворота преисполненного амбиции крутизны нейтрализовать если он не владеет этой самой пластикой равнопрочного движения почему потому что он схватив его за палец или за ухо может привести его в такую позу в которой у него в какой-то мышце или в связке напряжение превысит болевой порох и все и когда былины повествуют о том что там богатырь взял кого-то из оппонентов за ноги махнул его в одну сторону там легла улица махнул другую там лег переулочек вот с нашей точки зрения это гипербола то есть преувеличение а при другом взгляде это просто указание на то что богатырь владел пластикой равнопрочного движения которые оппоненты не владели ну и кроме всего прочего вот мы знаем третий закон Ньютона действие равно противодействию в 70-е годы как-то раз показали фильм киножурналы серии там достижения науки и техники или хочу все знать значит отбойный молоток созданный где-то в киевском институте чего-то вес два с половиной или три килограмма единственная стальная часть это долото все остальное орхстекло в этом молотке нарушается третий закон Ньютона в результате чего по своей эффективности он превосходит вот этот вот шахтный отбойный молоток которым ломают уголек и который весит неведомо сколько почему потому что в механике кроме динамики соударения тел там могут возникать еще некие волновые процессы вот если есть щелчок пальца то это не только вот щелчок это еще распространение волны и при определенных условиях и при определенных навыках щелчок может вызвать такую ударную волну в организме противника ну какую нормально получить при контузии в результате взрыва чего-то объемного рядом поэтому мир в котором мы живем он несколько не такой как мы привыкли думать там много чего есть вот но мы все-таки отвлеклись от темы что если есть эмоциональная самодостаточность то человек на основе вот этого камертона что всевышний не ошибается то человек оказывается независим от много чего в том числе от инстинктивных удовольствий обусловленных удовольствий и соответственно происходит перестройка и физиология организма и человек выходит в тот режим когда дети в общем-то перестают быть случайным продуктом сексуальных инстинктивно обусловленных вожделений если соотноситься вот с мыслью о том что воплощение дается душе для того чтобы человек научился любить то вот любить можно только хотя бы на момент и достигая человечного типа строя психики и тогда воспроизводство поколений будет протекать не под диктатом инстинктов как например в Нью-Йорке вырубилась подстанция темно через 9 месяцев все роддомы заполнены а дети будут зачинаться и вынашиваться рождаться и воспитываться в любви и это будет и в биологическом отношении особь превосходящая по медико-биологическим показателям подавляющее большинство тех кто живет ныне на планете но есть такая притча дошедшая из средневековья некотокий черт наслышанный о любви которая мешала совращать ему людей решил проконсультироваться у святого на тему что это такое святой много чего ему рассказывал черт все это внимательно выслушал но понял что любовь это выдумка людей которая реально не существует и потому он может продолжать заниматься совращением так же как и дальше просто есть в мире некоторые вещи которые формально лексически недоказуемы и в лексике невыразимы потому что они существуют но каждый раз выражаются в неповторимой конкретике и вот любовь это тоже одна из таких вещей которые формально логически не кодифицируются и каждый должен научиться любить жизнь других людей себя сам а для этого в общем-то человек должен иметь соответствующие знания и навыки для того чтобы реализовывать любовь являть любовь в практике конкретной деятельности вот в общем-то и все на сегодня это так - - - - - Продолжение следует... Продолжение следует...